Всем привет! Вот и подоспела вторая часть с похода в Second Hand WoW в день завоза. Покажу вам шапки, которые я примерила. Продолжаю искать себе шапку. Попалась вот такая ярко-зелёная. На ней написаны лаки, то есть это счастливчик, дословный перевод. И веточка клевера. Надпись, кстати, вышита. Вполне неплохой зелёный цвет, сейчас думаю, что это я и не взяла. Ах, яркая, красивая. Ещё попалась вот такая чёрная с пончиками по всей окружности головы. Тоже забавная, но как-то странно они смотрятся на голове. Я думаю, пончики на голове не стоит носить. И также вот такая разноцветная, интересная. Здесь даже есть шерсть в составе. Её я рассматривала, потому что недавно купила шарфик в Мегахэнди. Я думаю, вы помните. Он тоже в такую разноцветную полоску. И я думаю, они бы неплохо сочетались. Но эта шапка в обхвате мне оказалась слишком велика. Плюс она в длину какая-то такая идёт. И странно как-то. Я не знаю, как её правильно в результате носить. Смотрится весьма странно. Ну а дальше пойдём на нашу любимую кучку, где всё по 100 рублей сегодня. Вот такой интересный свитшот попался с интересной надписью. И дальше начинаем копаться. Всё вот так вот у нас разложено. Чтобы что-то достойное найти, надо как следует покопаться. Поэтому начинаем копать. Ну что ж, сейчас я ещё немножечко покопаюсь. Покажу, что я нашла. Итак, перемещать меня в примерочную. Я сегодня одета по простому. Я сегодня после работы забежала. И вот моя кучка, которую я нашла. Как полагается, всё по 100 рублей сегодня. Поехали! Первое, что примерю, это вот такую футболку. Интересного, василькового цвета. По составу, я думаю, это хлопок с примесью и ластаном. Есть такая интересная вышивка в виде цветочков. Но расположена она только спереди. Сзади она просто чисто однотонная. Интересный цвет. Интересное решение в виде этой вышивки. Разбавляет. Но хотелось бы посвободнее немножко посадку. Ну, поэтому отказываюсь. Вот от этой покупки я отказаться не смогла. Потому что это 95% шёлк. Блузочка такого красивого молочного цвета. Есть карманы на груди. Но они ещё зашиты даже. Есть пара незначительных дефектов. В виде таких, как царапок небольших. Но я даже сколько искала их сейчас. Чтобы показать вам на видео, даже не нашла. То есть жизни они вообще неприметны. Потому что блузка ещё садится так, струится немножко на теле. И совсем ничего не заметно. Блузка немножко полупрозрачная идёт. Рукава у меня, к сожалению, немножко длинноваты. Но если их подкатать или подтянуть вверх, то будет смотреться отлично. За 100 рублей шёлковую рубашку, блузку, почему бы и не взять. Даже просто как второй слой накинуть иногда. Почему бы и нет. Берём. Дальше продолжаю я искать горчично-жёлтые вещи. Прям что-то меня пробило на этот цвет. Хочется найти что-то. Нашла вот такой свитерок. Берки с составом не было. Но я думаю, что это акрил с примесью другой синтетики. Но он очень мягкий, очень приятный к телу. Но состояние у него оставляет желать лучшего. Плюс это, наверное, не совсем та модель, которую я хотела бы найти. И в виде в своём гардеробе. Поэтому от неё я отказываюсь. Дальше интересной находкой могла бы стать вот эта. Здесь 35% махера в составе есть. Это вот такая ярко-красная трикотажная кофточка на запах. Вырез здесь, конечно, довольно глубокий. Но можно на какой-то топ носить. Но вот на ощупь и к телу она прям такая колючая. Еле вытерпела я всю эту примерку. Первый раз встречаю махер настолько колючий. Обычно вещи с махером прям мягенькие. А эта колючка колючая. Дальше. Нашла футболку вот такой фирмы. Это не дешёвая фирма, а спортивные одежды. Здесь есть даже какие-то мотивационные надписи, насколько я поняла. Это всё внутри с изнанки. Внизу идёт светоотражающий логотип на спине. И расцветка вот такая интересная. Бирку состава не нашла, но думаю, что это синтетика. Вот так смотрится на мне. Мне она маловато, эта футболочка. В подмышках прям конкретно поджимает. Нужен размер побольше. Особенно как для спортивной одежды. Точно нужен побольше, чтобы была комфортность в движениях. Танцую, танцую. В этом секонд-хенде всё время такая весёлая музыка. Какие-то песни 90-х. Прям так и хочется танцевать. Продолжаю находить джинсовые рубашки. Вот в этот раз попалась от Banana Republic. Только уже не на кнопках, а на пуговицах. Я предпочитаю на кнопках. Но вот эту решила примерить. И в результате забрала её подружки. Сама я люблю на пуговицах и недавно купила. Поэтому эту отправится моей подружке. Так, ещё одна находка. Это вот такая чёрная кофточка с люрексом полупрозрачная. Но удивление, это даже не полностью синтетика. 61% вискозы в составе есть. И вот так смотрится на мне. Я давно хочу найти какую-то полупрозрачную кофточку. Но в этой мне показалось слишком много люрекса. Я хочу найти, может, с какими-то даже орнаментами, узорами. Но это слишком темновато, мрачновато. Но при этом в ней ещё слишком много блеска. Слишком много люрекса. Нет. Вот эта толстовка меня привлекла цветом. Состав, в принципе, хороший. Ну, стандартный для толстовок. 50 хлопка, 50 полиэстера. Но на ней были пятна. В том числе вот такие белые. Как от белизны. И они меня натолкнули на мысль, что можно сделать эту толстовку в стиле тай-дай. Полить её белизной. И получится такое вот небо в облаках белых. Но моей мечте не суждено было сбыться. Всё-таки мне показалось, она слишком убитой. Слишком растянута внизу резинка. Плюс вот эти непонятные пятна. Которые мне известно, перекрылись бы или нет. В общем, решила от неё отказаться. Дальше. От Минетон попался вот такой жилет. Интересный. Сто процентного хлопка. Примерять буду с вот такой юбкой. Горчичной. Тоже хлопковый, вельветовый. Интересный цвет. И вот так этот комплект смотрится на мне. Ну, не знаю я вот эти жилетки. Она очень, ну, такая объёмная, толстенькая. Летом, наверное, у них будет жарко. Весной и осенью, мне кажется, холодно. Если только под низ что-то поддевать. Или сверху надевать. А вот юбка мне понравилась. Я давно подобную ищу. Вельветовую. Длина хорошая. И необычный цвет. Вот цвет прям классный такой. Карамельно-горчичный. Её я, пожалуй, заберу. Ещё необычной находкой стали вот эти джинсы, хотела сказать. Ну, это реально. Я сначала подумала, что джинсы, когда вытаскивала из кучи. Но нет. Это оказался сарафан. С вот такой огромной ширинкой спереди. Долго я думала, где эта молния должна располагаться. Но потом увидела выточки, которые на груди должны быть. И поняла, что это спереди. Сзади мне, в принципе, всё нравится. Внизу идёт вот такая бахрома. Напоминает чем-то бахо стиль. А вот сверху бретелек нет. Зато есть шлёфки. Можно вставить ремень. И вот такая огромная молния. Вот она мне совершенно не понравилась. А так, в принципе, могла бы быть интересная модель. Ещё попалось вот такое комбинированное платье. Вверх у него гусиная лапка. А внизу оно идёт чисто чёрное. Есть ещё две пуговицы. И вот такой воротничок на скос идёт. Застёгиваются две пуговички. И сверху как будто надета вот такая чёрная платьишка. Сзади есть шлица. Размер указан M. Но на меня оно село прям очень в облипку. И в проймах очень мне как-то некомфортно. Какое-то у них неудачное лекало. Тесновато будет. Нашла также ещё ромпер. Потрясающего такого тоже васильково-голубого цвета. Это стопроцентная вискоза такая шершавенькая. Застёгивается на две кнопки. И идёт отделка такая, как вязка крючком. Есть карманы по бокам. Смотрится классно. Какие-то шлёвочки ещё остались. Возможно, в комплекте был какой-то плетёный ремешочек, поясочек. Но его не было. Но в целом классное состояние, хорошее. Забрала его подружки. И подружке забираю ещё вот эти джинсы от Сэлла. У них заниженная посадка. Всё как любит моя подружка. Длина тоже хорошая. Подрезать не надо будет. Приятные к телу. Ну, тянутся немножко. То есть эластан есть в составе. Так что, пожалуй, заберём. Подружка сказала, берём. А себе ещё присмотрела вот такой сарафан из стопроцентной вискозы от Вера Мода. Здесь похожа вискоза на мою любимую H&M. Вот так смотрится на мне. Это сарафан в пол. Но, видимо, на больший рост рассчитано. Лямки не регулируются. Надо будет немножко подрезать и подшить. И низ, и лямки. И будет отлично. Решила взять, чтобы ходить на море. На этом у меня всё. Забираю блузку сарафанечки и юбку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.